Новый закон о рекламе успешно прошел последнюю инстанцию. Сегодня свою подпись под документом поставил президент России. Закон вступает в силу с 1 июля этого года. Целый ряд вновь вводимых ограничений, содержащихся в документе, может перенаправить финансовые потоки на рынки. В первую очередь это касается телевидения. Время, отданное роликом, теперь будет жестко ограничено. Говорить о том, что упадет рынок, например, уменьшится, я думаю, что нет никаких оснований, потому что часть рекламы перейдет в наружную рекламу, в часть, допустим, в интернет и так далее. И общий объем вряд ли он будет меньше. Интернет – это завтрашний день, это будущее. И я думаю, что туда перейдет большинство, может быть, из того, что может уйти даже из телевидения частично, за повышение цен. Сегодня денежные потоки в России распределяются между носителями рекламы не так, как это сложилось в развитых странах. Национальная специфика легко объясняется разницей в уровне жизни. За газеты и журналы, как правило, нужно платить желающих это делать в России существенно меньше, чем в странах Запада. Поэтому бесплатному для зрителей телевидению отдается предпочтение при составлении рекламных бюджетов компаний, работающих в России. Телевидение сегодня занимает самую большую долю на российском рекламном рынке – почти половину. Газетам и журналам рекламных денег достается почти вдвое меньше. В Соединенных Штатах, к примеру, пальма первенства за печатными СМИ – доля телевидения не меньше на 2%. Показатели по радиорекламе в России и США довольно близки. Еще один лидер, но неожиданный с точки зрения мировой практики – реклама на счетах. Ей в России достается почти каждый пятый рекламный рубль. В США – только 2,5%. Но по доле интернет-рекламы у России значительные, почти шестикратные отставания от Америки. Эффективность рекламы, размещенной вдоль дорог и городских улиц, может снизиться в результате действия закона. А самих счетов станет гораздо меньше. Закон не позволяет мешать восприятию дорожных знаков. Проблемы для телевидения и наружной рекламы, созданные законодателем, обернутся дополнительными доходами, в первую очередь для владельцев интернет-сайтов. В этом убедился наш корреспондент Кирилл Гришин. Закон о рекламе в стряске для медиарынка. Стоп к продвижению зонтичных брендов и пивному спонсорству спортивных трансляций. Реклама на телевидении станет меньше. Клиент пойдет в интернет. Ожидается, что к концу этого года доля интернет-рекламы увеличится в два раза. А к 2010 году Рунет имеет все шансы, чтобы занять 5-6% общего рекламного бюджета страны. Этот ориентир – нынешняя интернет-доля бюджетов европейских стран. В Рунете сотни тысяч сайтов. Зарабатывают деньги лишь сотни. Такие странички живут за счет рекламы. Способы заявить о себе самые разные. Наиболее раздражающие и выходящие из моды появление на экране танцующих картинок. Так называемый поп-ап. От него постепенно отказываются ввиду слабой эффективности. И самый популярный способ – продвижение сайтов в поисковых машинах. То есть мы меняем юзабилити на этих сайтах. Мы подсказываем нашим клиентам, как следует изменить контент, каким образом подавать информацию, чтобы человеку было достаточно информации за буквально полминуты, минуту, просмотрев сайт нашего клиента, принять решение, иметь дело с этой компанией или не иметь. Раскрутка сайта сейчас на пике популярности. У IT-компании от клиентов отбоя нет. За полтора года штат компании, в которой работает Михаил Зуев, с восьми сотрудников вырос в десять раз. Последнее приобретение – покупка готовой дизайнерской студии. Реклама в интернете дорожает. Места на достойных площадках раскуплены на год вперед. А людей, желающих рекламироваться напротив, становится больше. Улучшил ссылочное окружение своего сайта, поработал над его интерфейсом, веб-страничка стала больше соответствовать алгоритмам поисковых машин и начала приносить больше отдачи. Успех – это когда заказчик вводит поисковый запрос, и сайт его компании находится на одном из первых мест в списке выдаваемых ссылок. В отличие от традиционной рекламы, за которую ты заплатил, и она включается тут же, продвижение сайта в поисковых машинах – дело более долгое, более длительное, более тяжелое. Там требуется, чтобы заказчик очень хорошо взаимодействовал с исполнителем. Классический для интернета набор контекстной рекламы – цифровая техника, автомобили, страховка. По прогнозам экспертов, теперь пополнится фастмуверами – товарами с быстрой оборачиваемостью. Бытовая техника, косметика, продукты питания. Контекстная реклама – самое стремительно растущее направление рекламы во всемирной сети. Составляет почти треть. Если обычный интернет рекламы растет где-то в последний год вырос на 70%, то контекстная реклама растет еще быстрее, то есть со скоростью где-то 100-150% в год. Но это объясняется тем, что, в принципе, рынок еще моложе, чем просто интернет реклама. Соответственно, растет быстрее, потому что начался недавно. Единственное, чего опасаются некоторые участники рынка – это влияние сетевых агентств на распределение рекламных бюджетов. Если крупный рекламодатель захочет выделить круглую сумму на рекламу в интернете, то агентство вполне в силах отговорить его от виртуальных трат. Переверстка годового бюджета рекламной кампании на это могут пойти далеко не все. Кирилл Гришин, Александр Демидов, Михаил Гуржий, РБК. Рекламодатели без вмешательства закона уже давно все чаще смотрят в сторону интернета. Это самые динамично растущие носители рекламы, и потенциал еще не исчерпан. В России доступ в интернет имеет только 6% населения. Средний европейский показатель – 22%, в США – 55%, но Россия быстро наверстывает отставание. Прошедший год был рекордным по темпам роста рынка интернет-рекламы. Прибавка составила 71%, но и в предыдущие годы темпы были почти такие же высокие – около 65%. По сравнению с российским, американский рынок рекламы в сети выглядит вступившим в стадию насыщения. Темпы роста последние три года не более 16%. В результате отставание быстро сокращается по прогнозу Ассоциации коммуникационных агентств России к 2010 году роль интернета на рынке рекламы в стране будет такой же, какую он играет сегодня в США. Несмотря на то, что в новом законе о рекламе слово «интернет» или «компьютерная сеть» ни разу не упоминается, есть целый ряд положений, касающихся всех видов носителей. В частности, закон регламентирует рекламу финансовых услуг. Не должно быть обещаний будущей доходности вложений, даже если они основаны на реальных показателях в прошлом.